SCP-963 Бессмертие Объект номер SCP-963 Класс объекта Евклид Особые условия содержания SCP-963-1 Должен отдаваться на попечение Текущему оперативнику уровня D А также сотруднику классифицированному Как ассистент доктора Брайта Этот ассистент должен выбираться О5 За преданность организации А также за психологическую устойчивость SCP-963 Должен быть прикреплен к колбу Или тыльной стороне ладони субъекта При помощи эпоксидного клея Подходящей консистенции Изменено SCP-963-1 Теперь удерживается цепочкой на шее субъекта SCP-963-1 Не разрешается прятать на теле субъекта Любая попытка сделать это Будет встречена смертельным воздействием Если продолжительность жизни текущего субъекта уровня D превысит 30 дней Он должен быть казнен А новый субъект выбран для ношения SCP-963-1 Изменено По приказу О5 Любому телу, на которое установлено SCP-963-1 Дается отсрочка от экзекуции Пока оно не скончается по естественным причинам Или пока SCP-963-1 Не будет передан новому носителю Внимание! Начиная с 13-12 Не допускается приближение SCP-963-1 К любому гуманоидному SCP-класса Евклид или Кетер Эта директива должна принудительно выполняться Под угрозой смерти Изменено Аннулировано О5-06-08-09 Внимание! Начиная с инцидента 939-Б Клев-Кандраке SCP-963-1 Не допускается в зону 17 Без ясного разрешения 3-5 Нарушение должно быть встречено смертельным воздействием Изменено Аннулировано О5-06-08-09 Описание SCP-963-1 Это богато украшенный амулет Примерно 15,24 сантиметра в диаметре Сделанный из белого золота С 13 прекрасно ограненными бриллиантами В карат Окружающим ограненный овальный рубин В карат Узором звездного взрыва Он был открыт через личные эффекты Который очевидно совершил самоубийство И был найден мертвым Окруженный несколькими книгами о сверхъестественном Наш агент на территории обнаружил Что SCP-963-1 Не может быть поврежден И ввез его в соответствии с протоколом XL-R8-R На доктора Джека Брайта Который был принят на работу в фонд После постановки на содержание SCP-590 Младшего научного сотрудника с хорошей репутацией Была назначена ответственность исследования возможностей SCP-963-1 И предоставлен доступ к удалено Позже в этом году SCP-076-2 Вырвался из заключения Смотрите документ 076-2-19-А Что привело к удалено смертям И раненым Доктор Брайт транспортировал SCP-963-1 в руках Мимо камеры содержания SCP-076-2 И был среди первых убитых при нарушении Примерно дни спустя D-1-113 Которому было дано задание Очистить зону от обломков Обнаружил и подобрал SCP-963-1 С D Произошли резкие перемены Далее следует интервью Запись интервью Дата Не могли бы вы назвать свое имя? D-1-113 Джек Брайт Вам это прекрасно известно, черт побери Я полагаю, вы Том Хайле Работающий на нас Вместо отбывания срока Вашего пожизненного приговора D-1-113 Не говорите глупостей Невозможно, чтобы я был SCP-963 изъят У D-1-113 Дальнейшее МРТ показывает Что у D-1-113 Прекратились все высшие функции мозга SCP-963-1 возвращается Мозговые функции восстанавливаются Доктор Брайт D-1-113 Что? Кажется, у нас проблема После большего количества экспериментов Было установлено Что когда любой человекообразный Вступает в прямой кожный контакт С SCP-963-1 Разум субъекта стирается И разум доктора Брайта Проецируется из SCP-963-1 на субъект Известно, что воспоминания Исконно присущие доктору Брайту Передаются от носителя к носителю Если субъект поддерживает контакт В течение 30 дней Его мозговые функции Становятся идентичны функциям доктора Брайта Если SCP-963-1 удаляется По прошествии этого времени Субъект сохраняет независимую копию сознания Джека Брайта Были установлены санкции В избежании появления множественных копий Доктора Брайта Чтобы предотвратить сотрудничество Доктора Брайта с ним самим Однако, как оказалось В этих мерах не было нужды Так как доктор Брайт показал Свою полную преданность организации И ее целям Сам доктор Брайт Выполнял всесторонний эксперимент С SCP-963-1 С выраженным желанием Освободиться от него Интервью с доктором Брайтом Показывают, что Убил себя в процессе Наделения SCP-963-1 силой И потому не смог синхронизировать Собственное сознание с амулетом Доктор Брайт теоретизирует о том Что он случайно активировал силу SCP-963-1 Будучи убит А не убив себя сам Как сделал создатель объекта Запись относительно SCP-963-2 О-5-0-9 Был дан приказ Попытаться копировать SCP-963-1 Все попытки Венчались неудачей До SCP-963-2 На котором Последующие данные удалены Вся информация Касательно SCP-963-2 Засекречена до уровня 5 Любой пытающийся Получить доступ К дальнейшей информации По SCP-963-2 Без допуска уровня 5 Будет уничтожен Сами Станем ящерами Итак Продолжил доктор Саммит Из своего кресла Каталки Его нога была Все еще загипсована После того ужасного Несчастного случая С непроизвольным Выстрелом пистолета Теперь нам стоит Перейти к применению Он осекся Смотря на доктора Брайта С каким-то выражением Ужаса на лице Что это такое? Брайт спокойно Улыбнулся Пока его ассистенты Помогали ему В последний раз Проводить калибровку Перед ним на столе Лежал разобранный На три части Металлический посох Весьма отвратного вида Из него Под странными углами Выходили кабели и провода И чем больше Счастливчики с ним возились Тем страннее он выглядел Это посох Саммит Это я вижу 963 Рыкнул бестолковый доктор Но он здесь-то вам зачем? Брайт крепко взялся За мной в собранный посох И повернулся К саммиту С скаженным лицом Меня зовут Доктор Брайт А это Нужно для привлечения Внимания 682 Как вы планировали Закрепить SCP-963 На 682 Ну метательным устройством Игем Вот именно Этим прототипом Я собираюсь Вассердить его Настолько Чтобы он за мной Погнался А потом Доставить 963 Внутрь 682 Будет проще Пареные репы Саммит Кивнул Конечно Конечно 963 Но что оно делает? Бывают же Непонятливые люди А другие люди Постоянно оскорбляют Мстительного Бессмертного Человеческая жизнь Для которого ценности Не представляет Самые же глупые Так и подставляются Под шутки Брайта Вот что Поднял он посох Указав им В сторону Саммита И нажал на кнопку Тут же из посоха Выскочила синеватая Электрическая дуга И забурилась В раненую ногу Саммита Доктор заорал И начал толкать Коляску назад Несмотря даже на то Что его бинт загорелся Гм Доктор Саммит Похоже у вас В гипсе какой-то металл Интересно Как так вышло Свита Саммита Дернулась на помощь Своему боссу Брайт же повернулся Знаем что нам делать Каков расклад на данный момент Доктор Лайт посмотрела В планшет и нахмурилась Два к одному Что сработает Пять к одному Что сработает И вы пойдете Громить зону По этому поводу Есть еще ставки на то Что вы в процессе Разгрома Прикончите Саммита Десять к одному За то Что что-то пойдет Не так и вы навсегда Окажетесь внутри Шестьсот восьми второго Двадцать к одному За то Что все вывернется Наизнанку И мы все Каким-то образом Станем вами Такие расклады Мне нравятся Девятьсот шестьдесят три Завопил Саммит Его нога дымилась Вы Я Вы Доктор Саммит Поймите вот что Брайт подошел И навис над коллегой Меня сейчас Поместят Внутри самого Опасного SCP Который у нас Когда-либо был Предлагаю вам Такую сделку Вы намажите ноги Шашлычным соусом А я дальше Них не продвинусь Сказав это Доктор Брайт Обернулся И пошел вниз К экспериментальной площадке Джек Брайт Очнулся Голова болела Память была затуманена Что-то случилось Наверное Шашлычный соус Нет Что-то еще О да Воспоминания Нахлынули на него Как он стоял с посохом Как зверь прыгнул Молния Клыки Кровь И боль Это жуткое Неописуемое чувство Смены тела носителя Но как Что-то было не в порядке Спиной он чувствовал Холодный каменный пол Что означало Что он лежит И вокруг него ходили люди Так что был шанс на то Что он все еще в организации И шашлычный соус Никуда не делся Стоп Что Джек Вы нам сейчас Очень нужны Сэр Знакомый голос Джек медленно разлепил глаза Заранее нахмурившись Над ним стоял Знакомого вида мексиканец В довольно странном Кольчужном хауберке Что-то насчет него Я вас Знаю не так ли Тот только наклонился И протянул Джеку руку Помогая встать Не совсем сэр Пожалуйста пройдемте с нами Его хватка на руке Джека Была тверда В другой руке был длинный посох Джек внезапно остановился Разглядывая проходящих мимо людей Все были одеты точно так же Кольчужный хауберк В области сердца круг из золотых колец Внутри которого круг поменьше Из красных колец У всех были одинаковые посохи Ты Д-113 Ты первый Так ведь Джек не мог отвести от него взгляда С того первого случая прошло столько времени Не могу ответить ни да ни нет Но да Но не совсем Гм Ладно Сделаем по вашему Тупо в лоб Видите ли сэр Это все не настоящее Он обвел рукой стены замка и людей вокруг Ну так не отказывайте мне в здравом смысле А ну ладно Это вроде облегчит мне работу Смотрите Ваш разум не готов к этому Он не сможет справиться с тем Как 682 воспринимает мир И он создал себе такую защиту Только это не только ваш разум 963 подключился так же Каким-то образом оживил клочки и остатки тех Кого вы когда-либо захватывали Чтобы вам помочь Только это все еще часть вас самого Гамулавливаете смысл? Ни в коей мере Они прошли огромную деревянную дверь Но я понимаю откуда вы приходите Джек посмотрел на небо ничего не говоря Над ними летала эта тварь Это создание которое мы в своей ограниченности называем SCP-682 И он был прекрасен Красивая, кошмарная, волнующая и вызывающая интерес создания Занимала все небо Всю землю Весь горизонт Черт побери все Что не было Джеком и его замком Шашлычный соус Ну тогда я Ух Джек сморщился сильнее Когда к нему подбежало еще несколько людей в броне Явился даже старик Хотя его там быть не должно Он ощутил как спадает нагрузка от того Что они просто встали рядом Ладно общая нож Идею понял Он с трудом оторвал глаза от твари И посмотрел на свои бастионы Перекрученный и потрепанный замок Которым богордился Эшер Возвышался над и под ним И на каждом углу стояли части его самого с посохами в руках Нанося удары твари из шашлычного соуса Тут и там проскакивали фиолетовые молнии Играли на поверхности зверя И стремились внутрь Подчиняли его Мы застряли так ведь? Мы в плену сэр Придется нам понять как отсюда выйти Надо еще с шашлычным соусом разобраться Простите Фигура речи Слушай мне надо Брайт перетряхнул свою память Весь обширный запас Где-то там должен был лежать ответ И ответ был Стоял прямо перед ним Научный сотрудник второго класса Дэймон Смит Получивший повышение до доктора Брайта На поле боя У Дэймона была вечная боязнь закрытых пространств И с ее помощью они отсюда выберутся Давай Дэймон Бери посох и вставай в связку Вспоминай каково это сидеть в закрытом тесном пространстве Ты заперт Тебя никто не слышит Как выбраться Дрожащими от страха руками Видение стоявшее перед Джеком Подняло свой посох Из него ударил луч энергии Прочертив на твари длинную линию И она начала меняться Изнутри было сложно оценить воздействие Но его почувствовали все Происходило что-то еще Дракон двигался Джек не удержался от смеха Шашлычный соус Издал он худший из всех боевых кличий Что слышала земля Он выдернул посох из рук Дэймона Даже не замечая как бедный ученый полетел на стену Как пасть твари захлопнулась на его беспомощном теле Лучи энергии Ментальное представление контроля Джека над 682 Выплеснулись из камней замка Он чувствовал как зверь повинуется его воле Делает то что приказано Он понимал что какая-то часть его мозга была внутри твари Управляла ей Видела ее глазами И он понимал что ему никогда не понять как она видит мир И здесь внизу он вел решающий бой На его стороне воевали метафоры и подобия Но это не могло длиться вечно Хоть Брайта осознавал что он совершил задуманное Дракон нанес ответный удар Хищные когти впились в замок Разваливая стены Смрадное дыхание ободрало их Телесные формы пошатнулись И отступили в безопасный 963 Джек знал что долго не выстоит Последним усилием он отбросил тварь Скомандовал ей вернуться И сам вернулся в безопасный мир своих кошмаров Брайт спиной ощутил мягкую постель Просто не по ощущениям хлопковые Так что постель не его Матрас тонкий Пахнет дезинфицирующими средствами На руках ногах груди и шеи кожаные браслеты Наверное это лазарет Субъект просыпается администратор Брайт медленно открыл глаза Ощущая прижатый к виску холодный металл Сначала он глянул на того кто держит пистолет Один из команды головорезов администратора Нет смысла держать в памяти Потом вслушался в голос Милая доктор Лайт профессионально выполняла врачебный долг И в последнюю очередь на пространство рядом с его кроватью Которой занимал большой монитор с черным силуэтом человека на нем Механический голос тщательно отфильтрованный от всех уникальных признаков Произнес Пожалуйста назовите себя Признаки там или нет Брайт все равно знал кто скрывается за этим силуэтом Доктор Джек Брайт Научный сотрудник пятого уровня Директор по кадрам целой кучи зон и т.д. и т.п. Кто ваша сестра? Продолжил голос Брайт понимал что эти вопросы нужно задать Чтобы убедиться что он это он Клэр Пирс И ответы на следующие три вопроса 31, 20, 35 Вирус Эбола и фиолетовая обезьяна судомойка Личность подтверждена доктор Брайт Каковы ваши последние воспоминания? Брайт крепко подумал Потом отозвался Я... Я ведь пошел на 682 Так ведь? Да и у меня был посох и все такое Я так понимаю 963 он не повредил да? Доктор Брайт SCP-963 находился в контакте с SCP-682 большая часть недели Первые 36 часов SCP-682 находился в коматозном состоянии Через некоторое время он отрастил большие когти И начал рыть себе дорогу из камеры содержания Разгерметизировав еще несколько камер Как ни удивительно SCP-682 ранил только одного сотрудника И покорно позволил отогнать себя в свою камеру Еще 24 часа он бродил по камере туда-сюда После чего снова впал в кому 10 часов назад SCP-963 вышел из брови SCP-682 Его подобрали и незамедлительно разместили на том теле Которое сейчас является вашим носителем Вам есть что к этому добавить? Простите, 6-й, добавить нечего Хотя Брайт нахмурился и облизнул губы Почему у меня во рту вкус шашлычного соуса? Где-то в совершенно другом месте дракон свернулся клубком вокруг своего новейшего приобретения Такая людская мелочь Ему и в голову не приходило, что мерзкие твари чему-либо могут его научить Но одному удалось Тварь обхаживала воспоминания Дэймона Смита Поглощала их, делала их своими И понимая, как бороться Она добавляла новый инструмент в свой огромный арсенал Еще один способ измениться и наконец завести эту нечисть Которая называется людьми Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...